Развиваемся играя. Такой формат как никогда актуален для особенных малышей, подопечных автозаводского детского дома-интерната. Здесь открыли новое дошкольное коррекционно-образовательное отделение. Его оснащение и качество ремонта лично оценил министр социальной политики Нижегородской области. Отделение соответствует всем стандартам, я бы сказал, даже европейского уровня. Здесь действительно, по последнему слову, техники и оборудованные помещения именно предназначены для развития детей с ограниченными возможностями. Четыре месяца труда и два миллиона рублей. Столько понадобилось, чтобы отделение появилось на свет. Это стало возможным в том числе благодаря поддержке областного правительства. Теперь тут есть все, что нужно для жизни, для игр и обучения. Игрушки поновее, более современные, детям интереснее. Детям понравилось, как вижу. И кроватки у нас более современные сейчас. Кстати, занимаются педагоги с малышами индивидуально. За каждым закреплено не больше пяти детей. Воспитатели отмечают, что такие малыши, вопреки всем стереотипам, с жадностью впитывают новые знания. У таких детей, не особенных детей, у них тяга к знаниям гораздо больше, чем у обычных детей. Вот я заметила, что занимаешься, они всеми глазами стараются, может быть, немножко где-то, но не хватает чего-то им, чтобы понять, но они настолько стараются. Директор дома-интерната Михаил Женько отмечает, самое важное – поддержать ребят на каждом этапе и сделать их полноценными членами общества. Как раз это отделение будет для той малышни, где мы будем заниматься с ними, начиная с трудотерапии, общеполезный, общественно-полезный труд. И дальше они должны получить специальность в ресурсном центре и свидетельство об окончании. Вот задача. Дальше интеграция в общество. И он знает, о чем говорит. Ведь уже 30 его бывших воспитанников получили образование и стали сотрудниками его коллектива.